Девушки отдыхают Программа будет называться «Начало, конец тьмы». У нас конец тьмы. Мы верим в добро, в любовь, в свет, в радугу. И заканчиваться это ничего не должно. По поводу мероприятия, я не совсем уверен, что это спектакль. Я вообще не знаю, как это все назвать, потому что мы действительно не готовились. Я живу сейчас в городе Москва и приезжаю домой только к маме и выступать. Тогда давай хотя бы в общих чертах. Это будут стихи, наши стихи, любимые стихи. Михаил Шевченко будет это аккомпанировать все на фортепиано. В кафе «Циферблат» мы вчера там были, там очень хорошее фортепиано настроено. Потом ребята с губными гармошками пройдут. И под аккомпанемент музыки мы почитаем наши стихи. Стихи Эдуарда Осадова, Евтушенко, Лермонтов, вот. Из современников наших, так сказать, ребят. Вот там Александр Гребенчук, его стихи будут. Современный баснописец Влад Маленко, его стихи мы будем читать. Ну вот как-то так. Ну то есть это практически поэтический вечер, да? Да, это так и есть поэтический вечер. Единственное, что не готовился никто. Ни мы, ни ребята, которые тоже будут с нами выступать буквально завтра. Как-то так. Просто потому что еще я живу далеко, да? И, ну естественно, по телефону сильно не нарепетируешься. И каждый взял на себя там какой-то кусок вечера, я там сказал, я возьму на себя 20 минут. Миша говорит, ну а я сделаю из твоих 20 минут 30, там, к примеру, с музыкой. Ну вот, ну и как-то так вот, посмотрите, что получится. Будет, я думаю, интересно, приходите. Стихи это всегда приятно, красиво. Ну а насколько вы думаете, вот ваша программа рассчитана, насколько по времени займет? Или как пойдет? Не, я думаю, что это где-то часок, потому что, ну, перегружать зрителя тоже не стоит. Ну, я просто еще и давно не выступали мы в Ростове. Мы отметили три года театру 2 июня. Вот, и, ну, а дальше по Волоклову выступления в других городах. У нас в Питере был спектакль «Ода флоту», 1 декабря мы играли «Оду флоту», в Калининград ездили. Сейчас мы воскрешаем наш первый спектакль, если короче, про любовь, отношения молодых людей, да, тоже под музыку. Сейчас проводим кастинги актеров, музыкантов. Я думаю, что в будущем году мы увидим вновь этот спектакль и новый спектакль «Цена оценки», который делаю с одним писателем в Москве, вот, где мы обсуждаем наиважнейшую тему, мне кажется, на мой взгляд, чего нам стоит понимание этого мира. Скажи, можешь прочитать какой-нибудь отрывочек, может быть, четверостишки? Лермонтов. Ну, давай Лермонтова, классика вечно. Да. Печальный день, дух изгновенный, летал над грешной землей лучших дней воспоминаний. Пред ним катились толпой тех дней, когда в жилище света блистал он чистый херуим, когда бегущая комета лыспкой ласковой привета любил поменяться с ним. Когда он верил, любил, счастливый первенец творения, не знал ни злобы, ни сомнений, не грозил уму его, веков бесплодных ряд уныло и много, много и всего, припомни, не имел он сил. Спасибо большое. Владислав, я думаю, что у вас сегодняшний вечер пройдет на ура. Напомню, что с завтра, да, что с сейчас декламацией Лермонтова у нас был Владислав Кульнев, руководитель театра «Окрыленные мысли». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова